всем привет продолжаем знакомиться с описанием картин вот такое описание нашел картине леонардо да винчи мадонна с младенцем и святой анны рассматриваем полотно леонардо да винчи на популярный сюжет святой девы младенцем христом и ее матерью святой анны расположение фигур семейной группе отличается от более ранних статических композиций все первые годы 16 века леонардо да винчи работал над вариантами этого сюжета за сохранился рисунок несколько отличной трактовкой группы включающий святого анна крестителя в младенчестве а также утерянный ныне картон который вызвал сенсацию когда его выставили в монастыре благовещение во флоренции в 1501 году хотя святая она изображена на обычном для нее месте позади святой девы все три фигуры очень живые реалистичные отойдя от традиции изображения анны виде пожилой матроны леонардо написал я неожиданно молодой привлекательный она едва сдерживает свое ликование при виде младенца злополучный ягненок в объятиях младенца служит аллюзии на его будущую роль агнца божьего невинные жертвы и искупление грехов культ анны матери девы марии попал на запад с христианскими беженцами гонимыми мусульманскими завоевателями анна была популярной фигурой частично потому что ее материнство в позднем возрасте подтверждало доктрину о непорочном зачатии святой девы обычно изображали вместе с дочерью легенда гласит что она была замужем три раза имела трех детей средневек она изображалась вместе с многочисленным семейством так называемым святым семейством 1479 году монахи органа кармелитов по франкфурте образовали братство святой анны и заказали посвященный алтарь на котором были изображены сцены из ее жизни вот такое описание картины леонардо да винчи мадонна с младенцем и святой анны все всем пока всем привет до свидания а